Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Какая разница между Буддой и нами? Он медитировал немного подольше. Он просветленный. Какая разница между тем, что быть просветленным и не быть просветленным? Какая разница между Буддой и нами? Какая разница между Буддой и нами? Субтитры создавал DimaTorzok Какая разница между Буддой и нами? Которая означает полное сочувствие, полную мудрость. Это то, что есть у каждого из нас. Таким образом природа нашего ума не отличается от природы ума Будды. И поэтому мы можем достичь просветления. Потому что просветление – это не то, что мы получаем откуда-то снаружи. И это не то, что Будда даёт нам. Потому что если бы так было, он бы дал его всем. Всем, кто живёт. То, что он даёт – это методы. Такие методы, что когда мы их используем, мы можем убрать все так называемые завесы, всю запутанность, которая не позволяет нам, не даёт нам увидеть природу ума. Теперь вы можете задать вам вопросы. Ханна, расскажи, пожалуйста, о том, как реализуются праздники во время строительства буддистских объектов. Ханна, расскажи, как можно реализовать праздники во время строительства буддистских объектов. Во время строительства буддистских объектов. Мы должны поговорить с Миларепой. Можно поговорить с Миларепой. На самом деле, что самое важное, когда мы строим центр, когда мы физически строим центр, или когда ты руководишь центром, живёшь центром в центре, поддерживаешь его, или организуешь что-то для тех других, кто занимается работой в центре, или когда медитируешь. Самое важное в этом случае – это наша мотивация. И что же нам нужно сделать – это фактически напоминать самим себе, зачем мы это делаем, когда мы это делаем. И, собственно, это означает постоянно развивать, постоянно тренировать свой настрой буддистатвы в это время. С самого момента, когда мы проснулись, мы сознательно думаем, что сегодня, что бы я ни делал, я хочу, чтобы у этого был какой-то смысл, и чтобы это каким-то образом принесло пользу другим существам. И тогда мы делаем то, что фактически мы должны делать, то, что нам нужно делать. И сейчас, таким образом, когда вы строите дома, вы, конечно, сделаете очень много физической работы. Но то, что вы делаете – это способствует созданию условий, чтобы вы другие практиковали, то есть это не обычная какая-то деятельность. И, кроме того, найдите каждый день некоторое время, чтобы посидеть, чтобы сделать формальную практику. Регулярно выполнять какую-то медитацию, это позволяет нам легче поддерживать правильную мотивацию. И есть очень большая разница, даже если это всего лишь 5-10 минут, это создает большую разницу между тем, когда мы бы вообще ничего не делали, в сравнении с тем, что если бы мы ничего не делали вообще. Да? Да. Окей. Спасибо. Еще вопросы? Еще вопросы? Ханна, как бы ты могла сказать, что можно сделать, когда периоды очищения затягиваются, а логословение не чувствуется? Ханна, что бы ты бы сказать, когда период purification слишком длинного, и слишком длинного, и тогда период благословения не приходит. Ты должен быть очень благодарным, что ты очень быстро избавляешься от такого большого количества всего. Какое бы очищение ни было, оно когда-то все равно должно приходить. И может быть только счастливым от того, что мы избавляемся от этого. А если благословение или нет, это зависит от тебя. это зависит от того, насколько ты сам открылся, насколько ты сам что достиг. Благословение постоянно присутствует. Но иногда мы закрываемся сами. И, конечно, при очищении ты ничего не создаешь нового. Но обычно это не происходит так быстро. так что возможно ты избавляешься от чего-то такого старого. И, понимаешь, если у кого-то действительно такое тяжелое время, физически или в уме, или в какой-то ситуации, с другими людьми, или еще где-то, тогда хорошо не просто думать, вот у меня такое тяжелое время, сейчас у меня трудности, не просто страдать. Есть возможность одна, это просто думать от чего-то избавляешься, и радоваться этому. и также думать о других. Можно быть уверены, что всегда много людей, которые имеют очень плохое время, чем у тебя. Можно думать о том, что есть огромное количество существ, у которых ситуация гораздо тяжелее, чем твоя. Так что хорошо рассматривать все в твоей перспективе. И не потерять в собственной ситуации. И не оставаться только собственной ситуацией. И делать также очень сильные пожелания, чтобы быть способным взять боль у других. То есть, что мы должны хотеть, чтобы ни у кого не было подобных проблем, или еще более худших проблем. Таким образом, это не просто у нас такое тяжелое время, такое очень тяжелое время, это превращается в личности конструктивное. Еще? Есть список целого. Можно ли согласно контролировать время нахождения в чистых странах между переживаниями? Вопросы можно непознательно контролировать время нахождения в чистых странах между перерождениями. Если вы попали в чистую страну, это означает, что вы ещё не просветлены, но вы сами развиваетесь очень быстро, в сторону просветления. И у вас уже нет кармы в этот момент для того, чтобы получить просто обычное перерождение. То есть, и та активность, которая у вас есть, скажем так, на этом уровне, зависит во многом от тех пожеланий и устремлений, которые у вас были раньше и есть в данный момент. Нет ничего фиксированного в данном случае. Это совершенно индивидуально, в соответствии с вашим прошлым. И, возможно, большинство из вас слышали о десяти уровне Буддисаттва. И когда вы отправляетесь в чистую землю, вы, можно сказать, начинаете на первом уровне Буддисаттва. Что происходит, что ваша способность поддерживать чистый взгляд, поддерживать реализацию, она растет. И так, как она должна развиваться. И также ваша способность поддерживать уровень, на котором вы находитесь уже в момент, когда вы не в медитации, она тоже развивается больше и больше. Это основная разница на всех этих уровнях Буддисаттва. Это означает, например, что если вы принимаете перерождение для того, чтобы помочь с ним, то насколько много вы можете сделать, зависит от того, на каком уровне вы находитесь. И ваш контроль, о котором был вопрос, зависит также от этого. Что такое быть закрытым в чистой стране? Что значит быть закрытым в чистой стране? Что значит быть закрытым в чистой стране? Это означает, что у вас все еще есть сомнения. и вы не обеспечиваете от этого уровня. Это означает, что вы недостаточно, не полностью открыты для того, чтобы получить пользу на этом уровне. Пока что. Это означает, что вы сами не можете полностью наслаждаться тем, что вы находитесь в этом месте. Ваша карма достаточно хороша, чтобы уже не превратиться в условленное существование. Но ваши сомнения все еще препятствуют вашему развитию. Обычно, когда вы там находитесь, у вас уже есть много возможностей, вы можете видеть много бот, вы можете делать много практик. А когда вы находитесь в закрытом возрасте, вы не можете делать так много. Это опять зависит от вашей кармы. Иногда говорят, что 500 лет, но я не знаю. Но опять же, время это очень относительная величина. Когда вы приняли привержище, есть ли вы об этом истории? Я приняла привержище. Я приняла привержище в полнолуние сентября 1970 года. Вместе с Олей в Румтеке. Мы приняли не только привержище, но и обеты геньюн. Основные обеты. Основные буддийские обеты. Мы не знали точно, что это было. И мы не знали точно, что это было. Мы даже думали, что нам нужно постричь все волосы. И я тоже постригла все волосы. И Камапа был очень смеющим, когда он увидел нас. Когда первого француза увидел, он так смеется. Но это было очень, как можно сказать, очень довольное. Потому что это было совместно с основными вовами. Мы приняли очень серьезное привержище. Это была очень длинная церемония. Потому что мы принимали привержище вместе с этими обетами геньюн. И он нас оставил здесь, в этой позе. Нужно сидеть в такой позе, которая для Оли очень неудобна. Нужно сидеть вот таким образом. И держать ногу вот так. Вот так нужно сидеть. И для меня это было хорошо. Но Оли не так, что он имеет много веса. И он не сидит вот так. И для меня это было совершенно нормальное. Но он сидит в поле очень много мышц. И ему тяжело было сидеть долго в такой позе. И это было очень долгое время. И это было очень долгое время. Я думаю, что это было как бы частью ритуала. И Карвапа поставила все это дело. И он был очень счастлив. И мы были очень рады. В 30 лет назад. Это действительно история. И история продолжается, когда мы наконец приняли прибежище. Мы действительно этого хотели. Мы действительно этого хотели. Мы встретили его, это было полгода раньше. И он потом уехал, и он сказал, что мы приехали в Сиккин. Но мы не могли туда приехать из-за визы. И мы остались с Лопенцей Черепачей. И мы поэтому остались с Лопенцей Черепачей. И это было когда мы все равно были, мы были, понимаешь, как Кашиш. И это еще было то время, когда мы иногда-то разнаждались с Кашишом. Но все меньше и меньше. И в конце концов мы не хотели больше ничего, кроме как ехать в Сиккин Карвапа. С нашей стороны это было единственное, чего мы хотели. И когда мы наконец поехали, тогда Карвапа сказала нам, что часть из обедов, которые мы приняли, это не прикасаться ни к чему, ни к каким интоксикантам. И он включил это ЛСД. И это было единственное, которое мы все равно думали, что может быть мы могли узнать что-то. И другого мы уже ничего не хотели, это была единственная вещь, с которой мы думали, может быть, с ЛСД мы чему-то можем еще научиться. И с этого момента это было уже ушло. Мы уже даже больше об этом не думали. Никак. Никакой в опыте. Ни о чём-то таком токсичном, ни о ком наркотической. И мы так сильно хотели научиться. Мы все время продолжали спрашивать, мы ходили к Логан Цэщу и все время спрашивали его, чтобы он нас чему-то научил. И он всегда говорил, что нет, иди к Кармаке. И мы поэтому очень хотели научиться. Когда мы получили зеленый цвет, мы действительно были рады отправиться и практиковать. То есть, я думаю, что нам нужно было такого рода лечение. В простейном случае, я думаю, что нас все равно отвлекало бы много-много других вещей. Анна, может ты расскажешь, про Оли все известно, что он путешествует постоянно, там холы проводит, там акамунги, лекции читает в центре и так далее. А вот когда Оли раздельно, что он довольно часто у нас ведет, он может расскажет, что ты делаешь, какую работу проводишь, так далее. Я стараюсь быть настолько много, насколько возможно вместе с Олей. Ну и когда я не с ним. То в основном это в тех случаях, когда мне нужно делать какую-то работу, обычно это работа по переводу чего-нибудь, разные виды перевода. Частично это работа в Киби. Частично это работа в Киби. Это обычно несколько месяцев в году в Дели. И потом еще в Европе, хотя бы месяц и в Америке некоторые бывают тоже. Обычно это перевод разных поучений на разные темы. Буддийская философия и о каких-то науках об уме, можно так назвать. Сейчас я уже не перевожу так много для других учителей, как я это делала до 19 марта 1992 года. Это тот момент, когда началась вся сложность и противостояние с кормописью, проблем с кормописью. До этого я переводила для довольно многих ремпочек. И сейчас я делаю довольно много работы для шамар ремпочек. И это происходит в разных частях мира. Обычно это достаточно плотное расписание. И обычно тоже путешествуют как Оля. Но расписание не настолько фиксировано. Нет, они не так, что на год вперед расписаны. Я не расписываюсь так заранее. Вопрос мой? Вот эти лекции в Киби, они обязательны для понимания самого понятия пустота, пустотность и все прочее? То есть они обязательны для практики буддизма или все-таки не обязательны? Эти лекции в Киби, они обязательны для понимания пустота? Они обязательны для понимания пустота или нет? Вы понимаете, путь Кагю Это баланс взгляда и медитации. Для вашей собственной практики вам нужен такой общий взгляд, основы, вид взгляда. И все, чему вы научились, вы должны вкладывать в практику. Мы не делаем упор на обучение как таковое. Медитация является всегда самым главным тем, что мы делаем. Мы делаем главный упор на медитацию. В Киби то же самое, идея не в том, чтобы просто учиться теоретическим каким-то вещам. Это должно совмещаться с практикой. А то, насколько это помогает вам в вашей практике или нет, это очень индивидуально. Для некоторых людей это очень приносит большую помощь и это очень вдохновляет всю практику их. А для некоторых это не так. Каждому нужно научиться таким общим взгляду. Но для этого нет необходимости пройти через всю программу Киби. Проходить всю программу. Вы знаете, в нашей школе этот общий, как бы, или основы взгляда ему учат в центрах. И для нас, для Кагио основной источник всего этого это Кампупа. Но для буддизма, конечно, недостаточно просто сесть и стараться медитировать. Нужно иметь немножко большее представление о том, что такое ум, чего мы хотим достичь. Но для этого собственно и существуют наши центры. Важность такого места, как Киби, это не только для практикующих людей. Это также для того, чтобы все поучения Кагио могли выжить на будущее. Буддийский путь настолько большой. И в нем есть столько много медитаций, столько много объяснений. В каждой из линий. Так что было бы жаль, жаль потерять это. На Западе есть такая тенденция, до последних десяти лет, например, было так, что во всех университетах обучали единственной только философии от тибетского буддизма. Той, что была взята из школы Гилукпа. Потому что все геше из Гилукпы получили работу во всех разных университетах мира. И они как бы очень делают большой упор на обучение. И это тоже хорошо, в этом нет ничего плохого и неправильного. Единственное, что в разных школах есть некоторые различия. в том, например, в первую очередь, как объясняются абсолютные поучения. И в школе Кагил. Есть очень важные поучения на эту тему. И другие объяснения. И если мы ничего не будем делать с этим, то кто же будет делать? Тогда в будущем эти поучения будут поселены. И это поучения те, которые являются путем Махамудры. И важно, чтобы они выжили, и важно, чтобы они сохранились. И единственный способ сохранить их, это чтобы люди из разных частей мира будут их получать в исполучение, переводить и передавать дальше. Это одна из причин активности Киеви можно так сказать. А каким образом можно почитать где-то эти переводы, которые были поселены? Можно читать некоторые переводы? На европейском языке? Для вашей собственной практики вы можете научиться этому от учителей, которые приезжают из центра. О чем я говорю? О тех людей, которые учатся в Киеве, и потом они их исследуют в университетах на Западе. И они могут приносить это туда. Они могут приносить эти поучения также в университетах на Западе. Так что буддизм содержит всё, да? Так что буддизм содержит всё. Как узнать о том, что я нахожусь в чести Земле? Как узнать, нахожусь в чести Земле или нет? Она отвечает, узнаешь сомнений, тогда у тебя не будет сомнений. Не нужно будет, чтобы кто-то об этом говорил. Если тебе не нужно, то не нужно. Если тебе нужно, чтобы кто-то сказал об этом, то это не так. На самом деле тебе никто не на них понял. Да? Я хотел задать этот вопрос Оле, но поскольку Оли здесь нет, то я задам его Ханне. Допустим, если Оле поручил читать лекции по буддизму человека, которому я глубоко не доверяю и не считаю его возможным для этой роли. Как я должен посмотреть в этой ситуации? Должен ли я поговорить об этом с Оле, или я должен смириться и принять его как учителя? Я хотел задать эту вопрос Оле, но Оле не здесь, поэтому я спросил его Ханне. Если Оле, например, спросил кого-то, чтобы учиться в центрах, но я не верю в этого человека, то что я должен делать? Должен ли я поговорить с Оле об этом, или должен я просто держаться и слушать его? Ну, тогда он не ваш учитель. Тогда этот человек не является вашим учительом. Я имею в виду... Это вопрос, конечно, Коля. Я имею в виду ситуацию, когда он дает разрешение читать лекции некоторых людей из российских центров. Да, это вопрос о путешествиях, и о людях из российских центров. Это люди из российских центров, которые Оле дают лекции, и дают лекции. Если он не верит в них, то он должен делать? Да, если он не верит в них, то он должен делать? Ну, это вполне конкретная ситуация, на самом деле. Но это зависит от причины, по которой ты им не доверяешь. Если это личная проблема, тогда это всего лишь личная проблема. И они приходят и уходят. Если в этом есть что-то объективное, и это имеет отношение и действительно к какой-то серьезной функции, то нужно, может быть, об этом поговорить. Да, может быть, есть личная проблема, но есть очень четкое ощущение, что этот человек не может представлять этот хармон. Потому что во внешнем своем проявлении не очень коротко. Это может быть проблемой, но... Это не только... Он говорит, кто вы думаете, и он говорит, что вы не будете... Вы не думаете, что вы не видите? Я знаю, это... Но если оно не личное, то если вы думаете... Тогда должны быть какие-то причины. Вы должны проверить себя. Например, когда человек смотрит на пыщеные высокофермы. Например, кто выглядит очень рад и очень официально. Люди, которые приезжают и посещают центры, обычно и также включая меня, мы не являемся такими большими гуруми. Если у кого-то есть просто больше опыта, чем у других, то можно как-то этим просто поделиться. Но в данном случае этот человек не должен быть своим учительским. Понимаешь, что имеется в виду? Когда у нас путешествующие учителя, они не могут ответить на все вопросы. Но это может быть полезно. И это может быть полезно. Может быть они немножко знают больше, чем ты о чем-то. И это может быть полезно. Я говорю о другой ситуации. Просто, допустим, это человек, с которым мы вместе начинали практиковать. И он начнет читать лекции для кого-то из начинающих. Но при этом я не считаю, что он произойдет благоприятное впечатление. В силу того, что он подает себя не очень живо, не очень естественно. И как бы не является в моем понимании хорошим буддистом. И я думаю, мне кажется, и не только мне, допустим, в какой-то конкретной ситуации, что за человек он не может представлять карму. И он не может читать лекции. Но тем не менее Оля как бы дал ему это полномочия. Как я должен поступить в этой ситуации? Я должен выразить свое мнение, либо я должен просто принять эту ситуацию? И... ... ... ... ... ... ... ... ... И ... Я думаю, что он начинает дать лекции для начальников, и я просто думаю, что человек будет давать плохую впечатление на начальников, и чтобы они должны держаться в силу. Я имею в виду, что здесь нет святой паровки. Это должно быть смысл. Буддизм достаточно прагматичен. Вы не разыгрываете шоу или что-то. Это должно быть шоу. Мы здесь не разыгрываем шоу, здесь должна быть какая-то дхарма. Если у тебя есть какие-то проблемы с кем-то, тогда ты должен сначала поговорить с этим человеком. Не с другим. Сначала тебе нужно попробовать непосредственно поговорить со своим человеком, как-то обменяться мнениями. И может быть что-то будет ясно. Если ты думаешь, что это что-то, которое действительно становится проблемой, то ты должен рассказать, конечно. А если что-то... А если что-то... А если что-то... Ну, конечно, ты должен проинформировать об этом Оле, потому что он не может находиться во всех местах сразу. Ну, я поэтому говорю, что ты должен быть уверен, что в этом нет ничего вещества. Но я поэтому говорю, что ты должен быть уверен, что в этом нет ничего вещества. Конечно. Ян, а может расскажешь о каких-нибудь самых различиях? Может быть... В разных местах мира. А что ты хочешь знать? А что ты хочешь знать? А что вообще человеческие параметры? Просто... Морал. 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 Это Саша, Саша. Морал. Здрасте. Морал. Я думаю, что больше подобных черт, чем различных. Между практикующими. Культуры могут действительно очень отличаться. Но когда дело доходит до практики, поскольку это все те же человеческие существа, у которых есть эмоции, то все неожиданно становится очень похоже. Но когда они проходят через различные фазы. Ты удивишься, насколько это похоже. Это радует. Это радует. Как вы работаете с вашей мотивацией на практике? Я думаю, тебе нужно постоянно себе напоминать об этом. Поэтому я говорю, что каждый раз, даже когда просыпаешься, нужно сознательно напоминать себя об этом. Потому что у нас есть настолько сильные привычки, что фактически обычно мы едем на своих привычках. А вот это привычки, которые нам нужно немножко побольше попрактиковать, тренироваться эти привычки. Потому что в раздельном случае мы забудем о них, поскольку преобладают другие привычки. И также мы можем не заметить, что мы делаем. Это также часть тренировки собственного сознания. Как бы замечать, что же происходит в нашем мире. И придерживаясь ли мы правильной мотивации или нет. Это может также помочь нашему осознаванию. Это очень важно. И об этом идет речь в практике. Осознавание. Ты говорила, что есть очень важное философское отличие взгляда к Агнию от других школ Гурдивии. В чем это? Это очень важная тема. Это очень важная тема. Очень важная тема. Это очень важная тема. Не знаю. Три разные тема. Чтобы подойти ко всем различиям, нужно сначала получить все остальные объяснения. Это имеет очень много отношения к тому, как мы смотрим на окончательную и относительную истину. На чём Будда настаивал основном? На том, что относительные и абсолютные истины не могут быть разделены. Когда мы говорим об абсолютной истинах, то абсолютная истина заключается в том, когда мы говорим о природе вещей. И относительная истина имеет отношение к тому, что мы воспринимаем, к тому, что происходит вокруг. И здесь различные школы философии. Они объясняют немного по-разному, как нам относиться к относительной истины. Для многих людей довольно трудно принять абсолютную природу вещей. И функционировать в мире, одновременно зная, что мир иллюзорен. И некоторые философские школы принимают этих людей, давая какие-то объяснения, которые легче понять, скажем, обычным людям из мира. Но которые не всегда являются окончательными поучениями. Но которые одновременно не являются окончательными поучениями. И это связано с этим. И в основном в этом смысле. В этих объяснениях, в том, насколько много реальности мы придаём чему-то. И в Каге у нас есть очень такие учителя, очень глубокие учителя. Один из них это Микки Дорджи, восьмой карава. И третий карава в Ран Джон Дорджи. Которые дают действительно очень ясное объяснение. На эти темы как раз касательно относительной и абсолютной истины. И что они делают очень хорошо, что они это могут объяснить. Так, что потом в медитации это легче использовать. Нам нужен какой-то мост между теорией и практикой. И они могут объяснить это более на пути Махамудры. И многие из вас знают молитву Махамудры Третьего Каравата. Которую Оля объясняла на разных курсах. То есть за счет этого вы немножко знаете о чем идет речь, о чем я говорю. И это то объяснение, которому не сложно следовать многим из нас. Но они достаточно сильно отличаются от того, что вы можете найти в разных университетах. Или у других учителей из других школ. Не извиняюсь, но это действительно большая тема, если мы будем в это углубляться. Так что я остановлюсь на этом. Я думаю, что у Оли есть планы учить другому тексту Махамудры. Нет, это будет курс в Швейцарии. Где Оли объясняет... ... 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 на котором будут описаны некоторые ваши песни Lodger Taya Lodger Taya это первый джамгун контрол это сейчас, в конце сентября будет вот был вопрос хана поддерживает в учителями других школ буддизма старых миссий вы поддерживаете ли вы контакты с учителями других школ детского буддизма вы держите контакты с другими учениками других школ в буддизме? нет времени для этого и времени не хватает мы знаем, кто мы знаем мы знаем некоторых учреждений но не так много вы судьбаетесь в школу, когда вас на интернете вы судьбаетесь в школу? вы судьбаетесь в школе? вы не интересны в развитие этой школы? я не интересен я говорю, что у нас достаточно своих дел и у них достаточно своих дел просто разные ответственности я знаю некоторых учителей Гелуппе также из Дании и у некоторых учреждений Гелуппе тоже у нас очень много работы 24 часа в сутки работаем хана, ты знаешь тибетский язык есть ли какое-нибудь значение у слова КАМ которое обозначает провинцию из которой выходит КАМ КАМ да, КАМ Хана, ты знаешь тибетский язык? что означает КАМ? КАМ в названии провинции что это означает? это большая часть Тибета которая находится на востоке и то, что мы знаем как Тибет это не сам как бы Тибет в соответствии с тибетцами в соответствии с тибетцами в соответствии с тибетским языком само слово которое переводится как Тибет тибетцами называют Тибет и это как бы только центральная часть Тибета а сейчас мы все называем Тибет там было много королевств там фактически было много королевств но никогда не было одной страной и КАМ это вся восточная часть что ещё у нас много королевств и там опять же было много разных королевств и там опять же было много разных королевств и несколько раз Дергей Дергей Нанчен и я не знаю все остальные Но, в любом случае, Кам это вся восточная страна А есть ли значение самого слова Кам? The question is what means the word Кам? Кам, in the name Кам, it doesn't mean anything There is a word called Кам, which has other meanings Само название Кам, оно ничего не означает? Yeah, I think it's just a little, yeah Есть такое же слово Кам тоже, но оно что-то значит Но, я думаю, что это не имеет отношения к названию местности Кам can mean realm Потому что Кам может означать область, мир какой-то Maybe they use that name Может быть, они использовали это название It can also mean an element Может означать элемент какой-то That's also called Кам That's also called Кам Constituent You know, like It has seven meanings Yeah, it has seven meanings То есть, несколько раз назначений Еще один вопрос Оля как-то сказал фразу, что очень многое в кипецком буддизме происходит в жизни Бульбон И вот действительно, как много этого Что прошло Оля как говорила, что в тибетском буддизме А многое в кипецком буддизме Можно сказать, что были принесены просветленные И просветленные увечения Некоторые ребенковские ритуалы, которые уже были принесены Красного Красного Окей Да, но Вы знаете, что одежда Синяя, красного Но Я не изучала Но Я не изучала Но Сама это не изучала, но явно поучение очень близких буддизмов И И Належат Нажимаете В Тибете Что Нажимаете И Что Можно найти В Тибете Привет The spirit Which Were Converted Можно найти Много Местных духов Которые На Тибет которые были трансформированы в буддийские активности то есть они дали свои обещания как бы с древних времен это одно из того, что сделал Горбин есть так называемые мирские божества которые пришли с тех времен, остались с тех времен но которые следуют буддийскому активности и которые помогают буддийскому активности Анна Оля много рассказывала вам о ваших впечатлениях 16-го, карматы 17-го может быть ты что-то можешь сказать? Я 16-го, а 18-го Анна Оля говорила нам много о 16-го, и может быть вы можете рассказать нам что-то о 16-го или о 17-го или о 17-го или о 17-го если Оля уже рассказывала много о этом может быть я немножко расскажу о 17-го может быть я немножко расскажу о 17-го последняя активность 17-го я хочу сказать что он развивается очень быстро у нас в этом году в январе была программа с ним у него было всего 16 и как многие из вас знают он должен был поехать на Францию чтобы получить некоторое разрешение от Чапти Трилембача и поскольку это не так было легко сделать там в Гималаях чтобы найти такое место где это можно было произвести чтобы вся политика не мешала этому было решено что лучше это произойдется в Европе и во Франции они построили монастырь где были созданы необходимые условия для всех этих сложных ритуалов и так что можно было все это произвести так сказать тайным образом то есть чтобы Миха не мешал и несмотря на то что вообще-то это слишком рановато для него начинать уже свою активность этот визит в Европу стал таким случаем что люди могли бы с ним встретиться и он мог бы получить какую-то связь с нами и начиная с января и до сих пор он совершенно изменился он стал совершенно другим уже учителем когда он приехал он был еще все же таким 16 лет это совсем немного для такого деятельности и в английском уже хорош но он все-таки немножко стеснялся не держался в себе то есть он тяжело было говорить с большой публикой и так далее и этим летом ему вырезали аппендицит и он был достаточно смелым таким был что он не говорил ничего он говорит о ничего у меня нет и все больше и больше сгибался и наконец мы уже определили что что-то с ним не так несмотря на то что он продолжал утверждать что все в порядке и потом проверили кровь и он быстро отправили в госпиталь но аппендицин уже скрылся а? 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 ну я говорю скрылся аппендицин аппендицин раскрылся и часть... часть программы была отменена но нет не, также в даматуре инстанции часть программы была отменена из-за этого и мы с ним все это время проводили и после этого был перерыв на две недели и после этого перерыв на две недели И после этого, опять же, была следующая программа. И сейчас я не знаю, но сейчас он уже дает какие-то поучения, до этого были только посвящения. Сейчас он уже давал много поучений. И у него уже были такие сессии с вопросами и ответами. И он очень много вдавался в такие подробности, давая ответы. То есть уже это был, опять же, следующий шаг, следующий способ. То есть его развитие очень быстро происходит. Довольно интересно, сейчас он отправился обратно в Индию. И он будет заканчивать свое образование. Возможно, он уйдет в какие-то ретриты, неизвестно. У него есть большая работа, его ждет большая поле деятельности. У него нужны широкие плечи. А что было за скандальный указ о Христе? Я что-то слышал. Или странное, или смешное. Он был в Франции. Он был в Франции. Это католическая страна. И он рассказывал о карме. И кто-то спросил его, что он там насчет Христа? Почему же он закончен на кресте? Это тоже карме или карме? Он сказал, что он надеялся, предполагал, hoped, и думал. Что когда он окажется на кресте, что совершенно точно, что за счет этого он поможет многим другим. Я думаю, что для католиков легче было принять такое понятие. Было довольно интересно эти вопросы ответа. Потому что люди задавали очень много личных вопросов об эмоциях своих, о родителях, о собственных эмоциях и так далее. Я участвую ученика. Он давал очень такие точные ответы. А партнеров кто-то давал ответ? Есть вопрос о партнерах? Что? О партнерах? О партнерах? О партнерах? Да, там были партнер. О партнерах. О партнерах, он не значит что ли. О партнерах. Это основная применение. Я спросил, почему он давал прибежище во всех местах. Он давал прибежище только в армии Санхи. Он не давал прибежище в Лами. Она говорит, что это так и основное прибежище. Это стандартный прибежище. И в это всё включается. Сколько из вас было там? Где там? Сколько здесь встречались с Канапой или с человеком? Канапа где-нибудь. Где-нибудь, где-нибудь. Довольно. Он был в двое в России, когда уезжал. Он был тогда 15-й, когда он приглашали его. Он сказал что-то о России, когда он уехал. Потому что он был очень интересен. Да. Он хотел сказать, что он сказал вам и нам. Но он не хочет ехать в очень много мест. Сейчас он не хочет ехать в очень много мест. Он просто не хочет ехать в очень много мест. Просто потому что слишком рано. В местах, в которые он поехал, можно сказать, что он уже ждал что-то. Он смотрит и надеется, что в будущем он ещё приедет. Так, чтобы дать больше. Так что у каждого Канапа будет его собственная активность. И пока ему не исполнится 17 или 21. У него нет такой свободы, чтобы у него была собственная активность. Я думаю, что Россия была одним из тех мест, о котором он думал, что Россия была одним из тех мест, когда сам уже будет распоряжаться своей деятельностью, по-своему, 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 по-своему. Он сам выяснит, что он будет ждать. Он сам решит. Вы думаете, что Канапа будет все время, который нужен для его полностью развития, или что люди его берут слишком early? Это важно для нас. Это важно для нас. Поэтому я говорю, что это слишком много. Как вы думаете, если Канапа будет достаточно времени для подготовки, для того, чтобы ему все закончить и учебу закончить, или мы его слишком сильно дергаем и даем себя вытащить куда-то. И Хана говорит, что это зависит от нас. У каждого есть какое-то эго. И я уверена, что это лучше для всех, чтобы мы дали ему время. И поэтому я все время об этом говорю. Я уверен, что для каждого лучше, чтобы мы дали ему какое-то время. И это работает таким образом, в большей степени, если есть очень много просьб. Это может быть одним из факторов, что время для обучения может быть сокращено. Это было очень необычно, что у него были в Рунтеке все тулку. Обычно они не все находятся в одном монастыре, но поскольку они были все беженцами, он как бы заботился о многих тулку Каги. И он старался дать им образование. И он хотел бы, чтобы не просто они были тулку сами друг с другом, но чтобы они были вместе с другими тоже. И не сажать их как-то сразу с детства на очень высокое какое-то место. Чтобы позволить им тоже быть более нормальными, обычными. И он также старался сделать так, чтобы они сначала, прежде чем куда-то отправлялись, закончили бы свое образование. И что касается четыре главных тулку, единственный, кто этого не сделал, это был Си Тулку. А что касается молодых, молодого поколения, в момент, когда Кармапа ушел, они оказались очень заняты везде. И лучше сделать серьезную базис, серьезную основу. И кто-то, как Кармапа, он действительно держатель всей передачи Каги. И это довольно много. И это довольно много. Ему требуется не только собственная реализация, но и ему требуется держать все передачи, то есть для этого ему и нужно их получить. Вопрос в том, что касательно того, кто будет передавать Кармапе все передачи, Оля или кто-то еще. И фанат отвечает, что это, я думаю, что они хотят найти самых таких старых тулку, в этом смысле самых близких. Вот в данном случае это был Шоптин. 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 Он дал некоторые из самых важных карелес. Он дал некоторые из самых важных карелес. И я думаю, что некоторые из передач он даже получил от 15-го карелес. Так что это такая наиболее близкая связь. Поэтому Шамар Римбача попросил его передачи. Что он получил непосредственно, его просили передать. Несмотря на то, что Шамар Римбача сам получил эти передачи тоже. И есть еще другие вещи, которые Шамар Римбача получил от 16-го кармапа и он их передал. И так же Лупинце, Шеримбача, он знает некоторые объяснения, у которых у кого-то другого нет. То есть все будет соответствии с тем, что где его самая близкая передача. Как будет происходить процедура сравнения двух кармап? Или вопрос касается того, что как стопроцентно убедиться, что человек, которого я вижу, он ослеплен. Вы должны подумать, в чем вы сами убеждены. Что вас убеждает сам? Это вся сложность из кармапа, это очень политическая вещь. И мы очень рады, что Тайя Дорджи не должна быть частью политики. И люди, которые ответственны в центрах, должны иметь информацию о том, что происходит. Но просто для практики об этом и не нужно много даже думать. Я имею в виду, что вся ситуация с Оргеном Тинлей, она настолько политизирована, что сейчас, в наше время, сложно и следить за ней полностью. Сначала это было китайское коммунистическое правительство, а сейчас это правительство Дармасары. И все эти причины, они очень политические. И, на самом деле, он не счастлив, недовольный, то есть на самом деле должно быть ужасно находиться во всей этой ситуации. Это не его вина, это не его вина. Я имею в виду, что сейчас он не свободен. А он сейчас тоже не свободен. Все, что он делает, нужно быть... Он контролирует, сначала через чиновский правительство, а теперь в Индии. Теперь через дамсала, теперь через индийский правительство. С самого начала у него не было свободы делать того, для чего он здесь появился, даже если он был корон. Мы должны быть только рады тому, что Тай Дорж не находится в подобной ситуации. Он свободен. Поэтому у нас был шанс учиться у него, у нас был шанс встретиться с ним, и у него была возможность путешествовать. Другими словами, это секретная информация. Да, это секретная информация. Я не знаю. То есть сама процедура как будет? Я не знаю, чего вы хотите знать. Я думаю, что можно рады тому, что вы не знаете слишком много. Я желал бы не знать столько много. Можем ли мы в Ашбаскаде рассчитывать на то, что у нас когда-нибудь будут ламок специальными практиками, которые будут проводить здесь ретриты? Можем ли мы в Ашбаскаде рассчитывать на то, что в Ашбаскаде есть специальные ламки, которые будут проводить в Ашбаскаде? И они будут проводить ретриты? Специально. 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 Каждая практика специальная. А вот алтайцы спрашивают, что именно будет проходить в этом доме? Какие лекции? То есть это весь Алтай. Алтайские люди спрашивают, что происходит в этом доме. Будем надеяться, что хорошие практикующие дарма приедут сюда и будут здесь рыть, практиковать. И вы будете делать ваши буддийские практики, буддийские медитации. Которые, возможно, приводят вас в более лучших и более мудрых людей. Что будет также хорошо для вашего окружения. И я думаю, что для Аската это явно будет очень хорошая вещь. Мы не экзотичны, мы не экзотичны. Мы не сектор. Мы не сектор. Не новая сектор. Мы стараемся развиваться. Можешь ли нам сказать немного о нендрах? Может ли нам сказать немного о нендрах или это слишком много времени отнимает? Я могу сказать, что это такое. Я могу сказать, что это такое. Кто не знает, что такое нендрах? Нет, это так как부터. У них не нет. Нет. Может, кто-то знает. Он говорит, что это не нравится. Что вы делаете, это когда вы приняли прибежище, вы стараетесь заняться регулярной практикой, это означает и делать медитацию ежедневную, короткое или длинное время, в зависимости от вашей собственной ситуации и одновременно изучать о том, что такое буддизм, то, чему учил Будда. И когда вы чувствуете, что знаете, что такое прибежище и хотите больше углубиться в практику, тогда вы можете начать с нюндра, которая является подготовительной практикой. И здесь есть четыре разных медитации, которые вы делаете. Первая, фактически, это так, где вы принимаете прибежище. И где вы также усиливаете и развиваете свой ум Буддисанта. И за счет чего вы даже становитесь более здоровыми. Потому что вы делаете простирания. И вы можете сделать до 100 тысяч. Что делать? Сделать высочные здоровые. Что делать высочные здоровые. И вы можете даже продолжать делать их каждый день, хотя бы по сотне. Уже после того, как вы закончили 100 тысяч. Далее у вас есть практика очистительная. И здесь вы используете 100-слоговую мантру. Вместе с визуализацией для медитации. Я просто вам рассказываю такие пункты для тех, кто не знает об этом. И третий вид медитации мы называем Мандала. И это то, где вы строите очень много позитивных впечатлений в уме. Вы делаете это тем способом, таким способом, что вы постоянно много раз отдаете все самое красивое, что можете себе представить. Делая это, вы заметите, что ваше цепляние или привязанность к вещам, она во много уменьшится. И это сделает вас более открытыми. Даже в отношениях с другими. Более естественно для вас делиться чем-то. И далее четвертое это Гуру-йога или медитация на ламу. И это практика, в которой вы уже подходите ближе к медитации на собственную махамудру. Вы подходите уже к пониманию Махамудры. Потому что этот обмен, когда вы открываетесь лами, который не является личностью. Но это тот, который является как Будда, тот, который реализовал природу ума. Когда вы открываетесь ему, то благословение от его постижения поможет вам понять свой собственный ум лучше. Потому что он лучше понять свой собственный ум. Вот это Гуру-йога. Вот это Гуру-йога. Это вот нюндра, это подготовка такая. И традиционно каждая практика выполняется по сто тысяч раз, так что это довольно большая такая программа. И когда вы это делаете, делайте действительно это. Не думайте, что я сейчас делаю сто тысяч, потом я буду делать это, потом я буду делать это. Но делайте эту практику, которую вы делаете, как бы вовлекаетесь в нее полностью и делайте ее как самую важную вещь. В каждой медитации есть все, что вам требуется. И чем больше вы вовлекаетесь в это, чем больше вы понимаете, тем больше пользуясь получателями медитациями. Я думаю, что многие из вас уже засыпают. Ну, и пью. Уже все... You want to continue? You want to continue? You want to... You want to continue? You want to continue? You want to continue? I don't know. I don't know, if you want to do it now or if you want to have more. Я не знаю, вы хотите сделать это сейчас или еще какие-то вопросы? Ну, давайте еще. Ну, давайте еще. Ну, давайте еще. Ну, давайте еще. Можно один вопрос, да? Можно один вопрос? Да. Сейчас проснуться. Вот интересно. У меня нет. У меня нет. У меня нет. У меня нет. О партнерстве. Что партнерстве? Ну, пусть Хана расскажет. Can you tell us about partnership and what relationship? Ну, вот. What do you want to know about? Что вы хотите знать о партнерстве? Что вы хотите знать о партнерстве? Партнерство работает только if both the man and the woman, or whoever, either both мужчины или женщины и женщины, или кто бы то ни был, кто бы то ни был, Концентрируется больше на том, что они могут отдать своему партнеру, нежели на том, что они могут получить. Как можно меньше ожиданий, тем лучше. И так же должна быть обоюдная любовь, то есть если любовь присутствует, хорошо, а если нет, то сложно. Если она есть, то какая бы проблема не появилась, а проблемы есть всегда, тогда они могут быть разрешены. Я действительно думаю, что если у вас есть какие-то отношения, и если возникают какие-то проблемы, стоит попробовать много, попробовать что-то сделать, прежде чем всё заканчивать. Потому что если что-то есть, то это может быть уже в следующих взаимоотношениях опять повторится. А с другой стороны нужно понять также, что это очень вещь кармическая. Когда два человека очень сильно связаны, это может быть очень позитивная связь, а может быть также очень негативная. И может быть смешанная. И здесь уже надо смотреть. Я думаю, что пока есть больше позитивного, чем негативного для обоих людей, тогда действительно стоит прикладывать усилия с обоих сторон. А если это переходит в негативные какие-то привычки уже, и вы страдаете или другой страдает слишком много, тогда я думаю, что лучше не продолжать. Но если вы расстались, то нужно поддерживать очень хорошие мысли и пожелания в сторону другого человека. Подпишем другому человеку. Вы согласны? Да. Есть ещё какие-то комментарии? А какие современные взаимоотношения карма-кагию с другими ветвями школы-кагию? Другпа, Дрикунг, Цалпа и осталось ли после ухода Калорин-почи что-либо от практик Шампа-кагию? Ага. Ага. Какие-то связи с другими отношениями между кама-кагию и другими каги? Как Другпа-кагию и другими. А есть ли у вас что-то осталось от Шампа-кагию после калорин-почи? После кампопы линия кагию развилась в четыре крупные школы и восемь мелких школ. И из четырёх крупных школ – карма-кагию. Это осталось той, которая до сегодня очень активна и сильна. А что касается восьми малых, то есть Другпа-кагию и Дрикунг-кагию. Они до сегодняшнего дня живы пока, можно сказать. И Шампа-кагию – она немножко другая, она возникла от Нигумы. Некоторые говорят, что это была сестра, некоторые говорят, что это была партнёрша Нарупы. И передача идёт от неё. И Шампа-кагию продолжается, она жива. Калорин-почи дал свою авторизацию Бакару-рин-почи, чтобы он продолжал традиции Шампа-кагию после него. И он жив. И есть также следующее воплощение – Калорин-почи. И Шампа-кагия – Шампа-кагия. И есть ещё мама, а его называется Шампа-кагия. Но Сколько хаэ стулкус в Каджо и сколько хаэ стулкус в Карма-Каджо? Продолжение. Я на самом деле не знаю. А вот скажите, почему именно в Шагу или Каджо? Несколько сотен. Сто, сто. Почему в Школе Каджо столько много разных подразделений под школы? А вот в других школах там все тихо и гладко. Почему там много маленьких школ в Каджо и в других школах, everything is calm and relaxed? Почему там много маленьких школ в Каджо и в других школах, как в Бингвах, everything is calm and relaxed? Тогда ты не знаешь об других школах. Если ты знаешь что, то ты не знаешь об остальных школах. Мы в детстве сад. Единственные, кто расслабленный и тихий, это Сакхи А остальные? А в школе Гилупа и Нима, там гораздо больше разделений, чем у нас А мы по сравнению с ними вообще ничего А если принять прибежище в Каги, хочешь, допустим, примкнуть к другой школе, ну это... Тебе крышка пошла Не пойду Каги Асс Ас 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 Даже так думают? То есть ты рассчитываешь на это? Он думает, что это будет хорошая рекомендация к нему при поступлении в другую школу Думаешь, что будет хорошая рекомендация к нему? Люди нужно найти свой собственной путь Какие хорошие тропы В школе А если он нашел после какого-то времени... Такой раз он не возникает Такой раз он не возникает После какого-то времени, после какого-то времени, после какого-то времени Да? Нет проблем Если ты относишься к кому-то еще, все эти получения возникли от Будды, есть разные передачи и разные что-то Важно, чтобы ты следовал за тем, где ты чувствуешь себя как дома Следовало того, где ты чувствуешь себя Это имеется в виду Это больше, где твоя связь Это не хорошо или не плохо Для тебя хорошо или плохо то, к чему ты относишься В целом ты не можешь сказать, что это лучше, а это хуже Для каждого правильным является то, с чем у него есть связь Перерыв и медитация? Сколько минут? Я имею в виду вопроса Я имею в виду вопроса О том, что вы думаете о смерти? Что это? Про смерти? Про смерти? Про смерти? Про смерти? Про смерти? А то, когда в момент в который сознание проходит тело? Когда вы умерете? У человека нет пола Обычный человек и он умирает И когда он умерет И когда он умерет Когда сознание покидает тело Когда он разделяет тело и сознание В момент смерти – это когда останавливается внутреннее дыхание. Это примерно через 20 минут после того, как последний раз выдохнет. В последний раз выдохнет внутреннее дыхание. Когда ты падаешь в этот неизвестный статус. Тогда ты действительно живешь. Ты действительно не имеешь в виду, нет контакта с телом. Нет тела и в голове. В момент, когда... В последний раз выдохнет внутренние дыхания. В момент, когда падаешь без сознания. То есть через 20 минут после последнего дыхания. Это уже момент, когда сознание расстается с телом. Может быть, возникает привязанность к телу уже через 3 дня. Это зависит от того, насколько у тебя сильна привязанность к телу. Ты можешь еще до сих пор думать, что у тебя есть тело. Но уже нет связи между телом и умом. Но уже нет связи между телом и умом. Бесмотря на это. Если у тебя есть тело, то это может уничтожить тебя. Это может уничтожить тебя. Потому что ты думаешь, что ты живешь. Тогда ты не любишь видеть себя. В этом есть просьба не делать скрытие после смерти. Потому что у нас может еще оставаться сильная привязанность к телу. И это будет очень неприятно, когда будут делать скрытие. Ты еще будешь думать, что это твое тело. Как работает благословение или благословенные вещи разные, как гао или веревочки? Работает таким образом, что что здесь есть, что представляет это. Все, что проявляется, это много условий, сошедшихся вместе. Если какие-то вещи благословлены за счет использования мантр, или если кто-то достиг реализации, это означает, что определенные условия создались. Они работают. И они работают. Позитивным образом. Здесь есть нечто позитивное. Это можно называть какой-то энергией или как-то так. Это вот таким образом мы работаем со всеми этими условиями. Конечно же, в своей природе не является ничем более реальным, чем все остальное. Но на относительном уровне это может работать, если мы этому открыты. И пожелания тоже работают. По той же самой причине. Достаточно. И когда мы ниточки вешаем на природу, что происходит? Животные трогают. Она говорит, что мантры получают какую-то пользу от этого. То есть животные может коснуться этих ниточек. А если мы их теряем или улучшим? Мы их потеряем или улучшим? Иногда это может быть защитой. Иногда может случиться негативное, какое-то препятствие или что-то подобное. И вместо вот этого препятствия, вместо этого негативного, ты теряешь ее. Иногда может быть причина в этом. А можно ли, например, защитную веревку повесить на такое дерево с целью именно благословить это дерево или растение? А можно ли? А можно ли? 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 Все насекомые, которые связаны с этим деревом и все духи, которые рядом, они получат пользу. На неделю, да. Вот вопрос, где можно почитать труд восьмого Кармапы на каком-нибудь европейском этапе? Я говорю, что еще пока невозможно. Это еще недоступно. Еще недоступно. Я стараюсь спросить вам очень лично, но вы тоже не можете ответить. Моя вопроса – мы знаем, что вы живете с Оле и партией, и как вы это manageете? Если вы у вас есть чувство, или нет, и как вы работаете? Это очень личный вопрос, вы можете на него не отвечать, но вопрос заключается в том, что мы знаем, что живете с Олей и кальций, и как у вас это получается, и есть у вас мешающее чувство, и по этому поводу мешающим вас так далее. Ну, это может быть лично, но, конечно, это не секрет. Это может быть лично, но на самом деле это у меня некая тайна. Все об этом знают. Для меня это не проблема. Для меня в этом нет никаких проблем. И причина в том, что моя связь с Олей очень сильная, она была всегда. и она также и не изменилась. Но я думаю, что многие не знают, как мы живем. Потому что это не так, что мы как треугольник у нас. Оля и я вместе, когда мы можем быть вместе. И даже когда Катя присутствует рядом тоже. А когда я не могу быть с Олей, тогда он находится с Катей. Но не тогда, когда я присутствую. И в этом смысле это не так, может быть, некоторые люди не знают об этом. И это может выглядеть немножко странно. И я бы не стала рекомендовать, чтобы люди пытались жить таким образом. Потому что обычно в этом может быть много проблем появится. И я думаю, что для меня в этом нет никакой проблемы в том, что когда меня нет рядом с Олей, то он находится с кем-то еще. Я думаю, что вы знаете, что до Кати, то есть Катя не единственная. Там было много других женщин. Но все это никогда не меняло ничего в наших взаимоотношениях. И мы всегда поддерживаем сильную связь, даже когда я не находилась рядом. Но, как я уже сказал, я никак не рекомендую попробовать имитировать такого рода взаимоотношения. И единственная причина, почему это происходит именно таким образом, именно в том, что мы так часто находимся отдельно. Если бы мы жили где-то обычную семейную жизнь, я не думаю, что это была бы хорошая идея. И также это зависит от того, как ведет себя мужчина в таком случае. И я думаю, что очень мало мужчин или женщин способны для такой жизни. То есть могут иметь параллельно несколько взаимоотношений без того, чтобы кто-то в этом не страдал. И идея взаимоотношений совсем не в этом. То, как люди живут вместе, очень индивидуально. Но критерием всегда было то, что никто не должен страдать. То есть мы не должны являться причиной того, что другой страдает. И тогда каждый может выбирать, как ему жить, но я думаю, что это самое важное взаимоотношение. Комментарии? Комментарии! Итак, у нас все перерывы. Сколько минут перерывы? Сань. Поехали! Продолжение следует...